Всем привет, на связи Мамбу, и на прошлом видео я вам рассказал о том, с чего нужно начать разработку мобильного приложения. И вот когда у вас формирована идея, все проанализировано, многие начинают сразу создавать проекты, начинают верстать экраны. На самом деле это неправильно, потому что любое мобильное приложение будет использовать определенный источник информации. Если это интернет-магазин, то таким источником информации у вас будет информация о товаре, о каталоге, о пользователях. И нужно в первую очередь начать создание этого источника информации. Об этом и поговорим в этом видео. Устраивайтесь поудобнее, будет очень интересно. Мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид-разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, смотрите, если вы делаете приложение для какой-то сферы услуг, это как минимум источником информации будут данные о зарегистрированных пользователях. Если это какие-то e-commerce решения, то есть продажи чего-то, то это список товаров, список категорий товаров, параметры товаров, различные акции, связанные с этими товарами, список брендов. Ну, то есть вся такая упорядоченная информация, которая нужна для ведения любого магазина. Если у вас это приложение для создания списка дел, то это, собственно, список созданных пользователями дел. Ну, на самом деле, тут уже больше не на сервере нужно использовать. Тут, если создание списка дел, то это также информация о зарегистрированных пользователей. Да, то есть специальные прохешированные пароли, e-mail пользователей, ну и все, что с этим связано. Как правило, вот вся такая информация, которая распространяется и должна показываться, и должна, скажем так, взаимодействовать со всеми установленными приложениями у всех пользователей, то есть такая глобальная информация, которая взаимодействует со всеми установленными приложениями, а не конкретно с одним устройством, она располагается всегда на сервере. И, в первую очередь, нам нужно именно настроить работу с сервером. Что нужно сделать? Нужно настроить базу данных на сервере. Сейчас я немножко вам расскажу про теорию базы данных. Для того, чтобы мы могли... Ну, смотрите, допустим, давайте возьмем интернет-магазин. Вы делаете приложение для интернет-магазина, и у вас постоянно будет меняться ассортимент товаров, остатки товаров, какие-то категории будут добавляться, какие-то уходить. То есть, если все это делать на локальной базе данных, которая располагается на каждом устройстве отдельно, то при каждом таком изменении вы должны просить вашего пользователя обновлять ваше мобильное приложение через тот же Play Market, для того, чтобы все эти обновления и изменения вступили в силу. Но это нецелесообразно, потому что это у вас может происходить ежедневно. Поэтому была придумана такая штука, как сервер, где-то в интернете, на компьютере хостинг-провайдера. Хостинг-провайдеры – это такие компании, которые предоставляют, скажем так, услуги удаленного сервера, располагаются некие файлы, в которых содержится работа с вашей базой данных. База данных – это также располагается на сервере. В этой базе данных сосредоточена и сгруппирована вся вот эта конкретная информация, которая должна отображаться у всех пользователей. Если мы берем интернет-магазины, то это те же товары, категории, все, что с этим связано, да, либо список пользователей. Так как же нам настроить такую систему? Для начала давайте я вам расскажу про теорию базы данных. Что такое база данных? База данных – это набор таблиц, которая состоит из различных полей. Например, у нас есть интернет-магазин. Наша база данных называется Shop. Да, пусть называется у нас база данных, пусть называется Shop. Но в этой базе данных у нас должна быть информация о товарах, о категориях и о пользователях, как минимум, а как максимум еще по-хорошему корзина. Ну, сейчас это не столь актуально. Как минимум глобально должна содержаться информация о товарах, о категориях, о пользователях. То есть мы создаем в рамках этой большой базы данных Shop. То есть мы создаем отдельно таблицу категории, таблицу товары и таблицу пользователей. В таблице категории у нас будут поля. Что такое поля? Представьте себе обычную таблицу. Вот столбцы идут сверху вниз, да? Вот эти столбцы – это поля. Это, во-первых, обязательно индивидуальный идентификатор категории, название категории, ну, можно описание категории, либо изображение категории. Вот они, четыре поля. Далее мы создаем следующую таблицу – это таблица товаров. Здесь должна быть обязательно индивидуальный идентификатор товара, индивидуальный идентификатор категории, то есть это ID-шник, то есть каждый товар принадлежит определенной категории. Список категорий у нас будет в первой таблице категории. И каждый товар из второй таблицы товара должен будет относиться к определенной категории из первой таблицы. И эту связку мы будем делать по ID-шникам. Так вот, в поле, во второй таблице товара, в поле индивидуальный идентификатор категории, будем брать и этот индивидуальный идентификатор из первой таблицы, в которой отображаются сами категории. Это такая у нас будет связка. И все многие таблицы между собой в базе данных связаны. Бывает связь одного ко многим, один к одному и многие ко многим. Что значит связь, допустим, один ко многим? Это значит, вот на примере нашей таблицы, этой базы данных, что один ко многим, это будет связь, связь означает, что один какой-то параметр будет содержать множество параметров и другой таблицы. В данном случае категории. Одна категория может содержать множество товаров из другой таблицы. Эта связь одна ко многим. Многое к одному, это обратная связь. То есть в базе данных, в таблице базе данных товары, множество товаров может относиться к одной категории. Если у нас есть, подразумевается, что может относиться к нескольким категориям, то тут уже связь многое ко многим. Многие товары могут относиться к многим категориям. Вот такие связи между таблицами базы данных, они происходят через вот такие как раз такие индивидуальные идентификаторы. Ну и, соответственно, третья таблица с пользователями. У нас также будет разбиваться на поля имя пользователя, email пользователя, возможно, ID-шник, конечно же, пользователя и захешированный пароль пользователя. Почему захешированный? Для того, чтобы его не могли взломать. В общем-то, вот так вот строится база данных. Ну, для того, чтобы нам построить сервер, что нам нужно сделать? Нам нужно зарегистрироваться у хостинг-провайдера. Их основных много, в принципе. Это обычный макхост, рут-центр, то есть регру, да. Я лично пользуюсь бэггитом, ну, также регру, тайм-вэб, ну, вот это основные все. Вам нужно пойти зарегистрироваться у любого хостинг-провайдера. Затем вам нужно составить домен. Для чего вам нужен домен? Либо домен, либо поддомен. Если вы откроете, когда вы заходите в интернет и вводите адрес любого сайта, тот же lamoda.ru, да, то есть адрес сайта. Вот этот адрес сайта, он является как раз-таки доменом. Это ссылка на наш, в данном случае ссылка на... Давайте я вам так расскажу. Что такое, в принципе, чтобы понять, что такое домен, нужно начать с теории сайтов. Что такое сайты? Сайты – это просто набор файлов. Эти файлы хранятся на удаленном компьютере в сети. Эти компьютеры принадлежат этим компаниям-хостинг-провайдерам. То есть мы просто размещаем эти файлы в сети и доступ к этим файлам доступен по определенному адресу. Этим адресом является домен. Вы думаете, а где связь, одноид-приложение, сайт, и в чем тут связь? Дело в том, что, чтобы получать нам данные сервера на наше мобильное приложение, нам нужна определенная ссылка. Этой ссылкой как раз-таки будет являться домен. Вам нужно обязательно зарегистрировать домен у хостинг-провайдера. Если мы говорим про домен в зоне.ру, то это стоит 170 рублей в год. Если в зоне.com, то есть поисковая выдача на весь мир, то там в районе, по-моему, 700 рублей, что такое. Но вам из зоны.ру достаточно вполне хватит, потому что он всегда будет везде доступен. В общем, вы регистрируете этот домен. И опять же, как и говорил, файлы, если мы возвращаемся к сайтам, эти файлы у нас хранятся на удаленном компьютере. Для того, чтобы мы могли хранить эти файлы сайта на удаленном компьютере, мы должны купить место себе под эти файлы. Этим местом является хостинг. Там же у хостинг-провайдера заказываем себе хостинг. Он примерно стоит 200 рублей в месяц, что-то такое. И опять же, вы скажете, ну, понятно, мы получаем, ссылка нужна, ясно. Ну, а зачем нам хостинг? Где сайты? Где мобильные приложения? Дело в том, чтобы мы могли получать данные с нашей будущей базы данных, нам нужно будет написать несколько файлов, где будут запросы, где будет установка связи с доменом, чтобы мы могли получать данные. Для этого нам нужно будет эти файлы разместить где-то в сети, а именно на стороне хостинг-провайдера. И поэтому нам нужно купить это место. И поэтому нам нужен хостинг. Мы покупаем хостинг, когда у вас все это активируется, вы заходите, ну, там обычно это все зависит от интерфейса, от различных, от интерфейса хостинг-провайдеров. То есть вы заходите, да, регистрируете домен, создаете под этот домен сайт с таким же названием, да, то есть у вас запустим домен mystore.ru, создаете сайт mystore.ru, ну, у некоторых хостинг-провайдеров по умолчанию уже сайт создается. То есть вы активировали эту опцию, потом заходите, есть обычная вкладка базы данных, вы создаете базу данных и задаете три параметра. И записываете эти три параметра, это название базы данных, имя пользователя базы данных и пароль пользователя от этой базы данных. Запоминайте эти три параметра. Затем, обычно, когда вы создаете базу данных, у вас создается название базы данных, чтобы такую базу данных создали. И обычно где-то сбоку будет у вас ссылочка на специальную панель phpMyAdmin. Это специальная панель, которая позволяет нам в удобной форме создавать таблицы базы данных. Вы заходите, кликайте по этой кнопочке phpMyAdmin, перед вами открывается специальная панелька, вы там создаете уже конкретно таблицы базы данных с нужными полями, и затем вы, там есть специальная панель, все это легко делается, и вы заполняете все эти данные. То есть заполняете, какие у вас категории, какие у вас товары, да, какие у вас будут, но пользователей у вас пока не будет. Категории, товары, ну в дальнейшем там уже при работе с приложением, при регистрации сюда будут еще в отдельную таблицу с пользователями будут добавляться пользователи. Но в изначальном состоянии вам нужна информация как минимум о категориях товаров и самих товаров, Вы заполняете эту информацию Затем нам нужно установить связь этой базы данных, которую мы создали, с нашим доменом Для этого обычно называется на хостинге этот раздел файловый менеджер Заходите в файловый менеджер, находите папку с вашим доменом Проваливайтесь в эту папку и создаете php file connections Но я обычно его называю con.php И там устанавливаете специальное подключение В котором прописываете имя базы данных То есть название базы данных, имя пользователя и пароль И пароль пользователя базы данных Ну потом сервер там указываете, но обычно это localhost Как это все делается я обучаю на своем курсе Так что если вы хотите этому всему научиться, приходите на обучение В общем, когда мы это все прописали, мы заходим в адресную строку браузера Вводим название нашего домена, ставим слэш И вводим название этого файла для подключения Если мы должны написать con, ну я называю con всегда Con.php Ну и когда мы прописываем там код в con.php Я прописываю всегда, что если подключение не удалось, выходит ошибка А если все нормально, пустой экран Если выходит пустой экран, значит подключение удалось Мы получили доступ к нашей базе данных После этого, когда мы получили доступ к нашей базе данных Когда у нас заполнены таблицы базы данных Нам нужно настроить работу с нашими таблицами базы данных То есть нам нужно написать запросы на языке PHP По созданию какой-то записи, если это нужно По обновлению какой-то записи в каждой из таблиц, если это нужно А вот обязательно, что нужно еще сделать Это получение записей Всех, допустим, всех записей из каждой из таблиц Из категории, списка категорий, списка товаров Получение, допустим Написать запрос можно Ну в принципе уточнение Уточняющие запросы писать не нужно Это мы можем все отсортировать уже в мобильном приложении Ну также можно на сервере писать уточняющие запросы Получение, допустим, товаров Только определенные категории Ну как минимум вам нужно Вот сейчас для того, чтобы получать список категорий, список товаров Написать как минимум два запроса Один запрос это получение на всех категорий А второй запрос в другом файле То есть мы создаем один файл, допустим Называем getCategories.php И в этом файле мы создаем код с запросом Для получения всех категорий Там создаем второй файл getProducts.php И создаем, да, получается файл Запрос по получению всех товаров Сохраняем, закрываем И вот на этом моменте работа, настройка Настройка источника данных завершена То есть мы подготовили основу, с которой можно работать То есть теперь, когда мы будем разрабатывать мобильное приложение Мы будем ясно понимать, куда мы что получаем И сразу, когда будем писать тот же список ResectorView Мы сразу будем получать данные Очень удобно И когда у нас сделан такой источник данных Мы можем прийти, именно перейти непосредственно К разработке мобильного приложения Если ваше мобильное приложение не предусмотрена работа С базой данных на сервере То этот шаг вы всегда пропускаете Теперь нужно перейти уже к созданию проекта Об этом мы поговорим в следующем видео А на сегодня у меня все Это все, что я хотел вам рассказать Всем удачи, всем пока!